Всем привет соучастники, всем любителям хотвилдсов разных моделек и любителям изменения всяких разного кастома. В сегодняшнем видео мы поговорим где и как достать декали, как я сталкивался с такими проблемами по изготовлению декалей разных. Сначала я искал долго всю информацию, смотрел на всяких других ресурсов на авито, но в итоге ничего интересного не попадалось, пришлось искать более тщательно и подробно. Когда я сделал рисунки на оброске всех этих машинок, я сначала распечатал на наклейках, просто обычные наклейки. Сейчас покажу. Вот обычная наклейка, нанесенный рисунок, славится и, скажем, наносится, специально. Возьмем, например, любую машинку таким способом. Вот так вот. Но единственный момент, я столкнулся с тем, что при наклеивании, да, пускай мы там даже баком обработаем, сверху накроем, но остаются такие вот ямки. Если можно будет заметить, вот здесь ямки, как бы выступы такие. И при боковом зрении их очень хорошо видно. Даже ты хоть чем-то прикрой их, все равно будут эти выступы видны. Ну, дальше я начал искать другой способ, как не снимая полностью машинку, краски и наклейки на другие декали. Как, например, вот здесь, да, вот у нас выхотовился делать декаль. Очень красиво все выглядит. Да, никаких выступов ничего, все прекрасно. Так же вот на мазе МИАТА. Такие же полосочки. То же самое на ГТИ, ЛБВК. Все любимые. Вот. Долго я искал. Сначала я распечатал просто на бумажке, как бы сопоставить размер машинки, да, скажем, вот так вот прикладываю, зная, что все машинки, они разного размера. Ну, смотрите. Возьмем Субарь. На размер получается где-то у нас 6,5 см. Мазочка. Ну, где-то то же самое, 6,5 см. Но если взять у нас НИАСА, то он уже по размерности где-то выходит 7 см. У всей машинки при декалировании изготовления рисунка нужно изначально замерять машинку. Так же у нас, сами понимаете, и ширина разная будет. Здесь, например, 30 мм, здесь А3, а здесь уже меньше. Вот. И когда я распечатаю рисунки, у меня, естественно, уходили чуть другие размеры. Здесь А7, вот у МАЗДА. Да, вышло. А здесь почти не по длине у меня вышло, что, блин, БМВ я больше сделал по сантиметрам. И когда я начал искать все, где распечатать, где бумагу достать. Сначала купил одну бумагу. 400 рублей своего. Я немножко обалдел от этой такой суммы. Распечатал на обычном лазерном принтере. Потому что, если вы будете печатать на струйном, то вся краска при ее использовании можно, скажем так, пальцем привести, и она сотрется. Потому что струйный принтер не ложится как лазерный принтер. Все распечатано на лазерном принтере. После чего мне, естественно, потом больше не печатали из-за того, что у них сломался принтер. Так как бумага содержит лаковое покрытие, так что, если будете дома печатать, то обязательно покупайте себе лазерный принтер. И после распечатки каждого листа вам придется, скорее всего, защищать принтер заново. Головку саму. Потому что лак, он имеет свойство прилипания к самой головке. Вот это я сделал, скажем так, первые мои образцы того, чего я хотел. Всякие дракушки, джокера. Ну это немножко я переборщил с размером. Немного побольше сделал. Потому что я пока экспериментировал, что как мне удобнее будет по размерности выставлять. Так же были, скажем так, в стиле НИСФАРСПИД сделаны. Но качество плохое, потому что взят был рисунок. Но я его еще даже не обработал. Я решил так сразу быстренько, в быстром темпе все это распечатать. Если вы желаете что-то сделать хороший рисунок, получили это делать в векторе. Потому что там полностью идет прорисовка. И сама краска по-другому смотрится, когда все это делается в векторе и печатается в векторном формате. В итоге я долго здесь искал про здоровый интернет, в контактах, ну во всех социальных сетях, какие есть у нас. И наткнулся вот на дом мужика, который печатает декали. Ну немножко был другой формат декали, там на гитару и все такое. Но пообщаясь с ним, он сказал, что без опроса все это сделаю. Если что, ссылочку я оставлю в описании внизу. Вы можете перейти и заказать ту декаль, которую вы ему можете скинуть, макет сделать какой-то. От вас я жду подписку, лайк. И не забывайте комментарий писать мне, потому что всегда буду рад ответить на ваши все поставленные вопросы, интересные вопросы. Вот, соответственно, я позвал него в такой формат. На Magda Miata, на Subaru, на BMW и Nissan GTR. Если мы прикложим по гитару, то оно все сходится по рисунку. Потому что видно, что все хорошо. Единственное, вот у меня косяк вышел здесь вот с размером ширины автомобиля, потому что, единственное, было чуть поменьше мне сделать. А так, по сбоку, сверху все очень хорошо. Также у меня по мазде вышли небольшие косячки, потому что не соблюдал размер. Видно, что сзади, вот, если проложить сюда, вот, видно, что я где-то примерно на полсантиметра выставил больше. Нужно было по самим размерам все это ставить. Вот, ну, это, естественно, я не выкидывать не буду. Я его использую все равно в каких-то других целях. Вот. И также у меня вот по Subaru. Видите, какой у меня получается? Больше размера, даже почти на сантиметр может. Даже примерно так выйдет. Ну, это только пока все это пока только испытания. Все это только пробы, тесты. Но уже, как бы, есть наработки, есть размеры. Вот. И поэтому я всегда стараюсь теперь впредь, перед тем, как что-то делать, заказывать. Всегда сначала измерить саму машинку. От носа до задней части. Вот. Также измерить ширину автомобиля. Со всех сторон так вот прокладывайте, смотрите, записывайте. И потом также вы сделаете картинки в векторе. Ну, либо, кому как удобно, не хочется слишком мучиться, просто в JPEG. В формате. Я думаю, либо в Photoshop, да я думаю, в Photoshop все умеют пользоваться. Отредактировать резкость, контрастность. Вот. Ну, на этом все. Кому будет интересно, пишите комментарии. Всегда отвечу. Всегда с вами, Custom78Modules. Пока-пока.